Саковик 1917-го вельменья простый час. Царская улада уже нема, а часовый урад еще вельмень слабый. Известие рабочих и солдатских депутатов. Менавито под такой назвой починала свою историю Гомельская правда. Удалая спроба рассказать людям, что саправды робится у городе и таким чином допомогче сорэнтоваться у ситуации. С часом это стало правилом редакции. Мести только правдивое слово, а на ВДВ из газеты ответны. Для нас нема дроби, а уважна усе. Правда, теперь это тычется не только непосредственно информование читать шоу. Гомельская правда – активный удельник громадских життя, на профессиональную допомогу якого за уседу можно различовать. У нас недавно у самих был юбилей, правда нам в два раза меньше, но тем не менее они прекрасно подготовили публикацию, прекрасные издания, книгу юбилейную подготовили. Мы очень рады и гордимся такими хорошими отношениями. Со святом коллекты у Гомельской правды повиншавау президент Беларуси. По популярности и таражи вашего дання – одно з лепших у региональной периодыцы. Стабильная аудитория читать шоу – вельми значный капитал, який вы мкнетесь захавать и повеличить своим профессийным мастерством, отзначу Александр Лукашенко. У гэты день у Вогулі было шмат веншаванью и узнагарод. От Совету министров и Министерства информации, Национального схода Республики Беларусь, областного выканавчика комитета и Совета депутатов. Гэта признанне заслуг и приклад для інших – всё негумельская правда вышла за рамки только друкованного выдания, что дозволяя ёй заставаться постоянно запотрабаванной. Сегодня невозможно быть только еженедельником в печатной версии. Сегодня у каждой газеты должен быть полноценный интернет-ресурс. Информация приходит в этот мир 24 часа в сутки, поэтому быть на связи со своим читателем, зрителем, слушателем 24 часа в сутки, не отставая, а идти в ногу с информацией. А для читателя газеты уже нужна на страницах еженедельника или газеты, которые издаются 2-3 раза в неделю, уже нужна качественная аналитика. А быстрые новости, быстрая информация, конечно, интернет.